Мы обсуждаем Левиафан с подачей Игоря Зайцева. Мы обсуждаем все-таки? Да, обсуждаем. Но потом ссылку дадим, расскажем. А вторым еще я не знал. И потом мы обсудим. Значит, речь идет о том, почему этот фильм вызвал столько бурдения, понятно чего, в интернетах. Есть ли у него что-то хорошее или он весь безобразен. На мой взгляд, практически весь он безобразен. Там играют даже хорошие актеры, отвратительно. Там растянутый сценарий, отвратительная работа оператора. Я понимаю, что это художественный прием такой, снимать все время ночью, ну, то есть в сумерках по-нашему будет. Весь местная... Все серенькое. Да, все серенькое. Все местные горы, море и так далее, и так далее. Вот это всякая вещь. Но, тем не менее, есть некоторая достаточно острая проблема, которую он затронул. Это не совсем не гибель мелких острых городов, не свинцовые мерзости российской жизни, ничто иное. Есть нечто другое, то, что называется, я называю взыскание, ну, точнее, тоской, тоской по-трансидентному. Все, если мы посмотрим его персонажа, она находится вот в этой странной ситуации, тоски по-трансидентному. Вот так вот попытаемся разобраться. Вообще, говоря, когда я читал рецензии во всевозможных этих самых интернетах, то складывалась совсем другая картина, чем ту, которую я увидел. Но, во-первых, там складывалась такая картина, что некто плохой, а некий мэр... Как-то наезжает... Что это Левиафан, что это Гобсовский Левиафан, ни в коем случае. Ну, Зайкс вообще не знал такой Гобс. Ему только сказали, когда он уже чуть не снял фильм. Очень похоже на то, очень похоже на то. Для него Левиафан это был просто Левиафан, который на берегу моря лежит у себя по всему. Нет, он потом придумал. Он снимал фильм про американца, вот этого Хеймера, который на бульдозере... А это точно так, да? Да, значит, история была такая. Он услышал этот пересказ про американскую историю, когда на бульдозере у него отнимали дом, завод рядом строили. Он судился, судился, он загнал большую цену, чуть ли за миллион, за участок, который купил за 48 тысяч или сколько-то. Не поладили, он психанул, собрал бульдозер весь бронированный и подавил весь цементный завод, все их административные постройки. И по городу проехался, а потом сам убился. И Зайкс, когда услышал эту историю, говорит, вот какая-то хорошая история, которую нужно снимать. Она интернациональная, ее можно перенести на любую страну. Ну, когда некий герой, мужчина защищает свою собственность от государства. Ну, хотя там в Америке не было государства, там были совершенно частные разборки. Но что получилось над нашей историей, там близко не лежало ничего. То есть близко, даже вот по историю американскую, ну и плюс он еще сказал, да, да, еще Йов. Вот эта история Йова, который, значит, прогибил Бога, и вот он страдает. И этой истории там не было. То есть там ничего не было. Да, нет, я не знаю, я вообще считал, что вот эта история про парня на бульдозере американская, это легенда. Нет, он сам так сказал. Он сам так сказал. Но тогда совсем все печально. Тогда совсем все печально. То есть то, чего у него получилось таким образом, все самое лучшее. И у меня тоже было такое ощущение, оно пролезло в этот фильм помимо воли. Сценариста, режиссера, продюсера, ектеров. И все оно там случайно оказалось. А все, что они добились, это проявление серости и бездарности, больше ничего. Здесь, значит, главная одна из проблем, это еще чисто социальная. Насколько роднянские с компанией оказались крутые, что смогли вот такую дрянь раскрутить до общей российского уровня. Здесь, конечно, очень больше, что меня интересует, все-таки действительно, почему этот фильм стали обсуждать на полном серьезе, и как с одной стороны, которые его ругали, и на полном серьезе только его хвалили. Да, и все говорили не об этом фильме, по большому счету. То есть они увидели какую-то проблему. Одни говорят, что Россия это плохо, а другие говорят, нет, нет, Россия это хорошо, а Звягинцев на нее клевещен. Други говорят, нет, нет, Звягинцев правильно отображает. Показал грязь, где там грязь, чистейшие дороги. Во-первых, что сразу бросается в глаза, вылизано все досконально, ни одной бутылочки, ни одного фантика, ни одной упаковки, нигде, ни на вокзале, ни в городе, ничего. Когда, как мы все знаем, что среднепровинциальный город, как правильно, не только провинциальный, например, возьму Тверь или Архангельск, они послывают пакеты просто летом, толстым слоем дерьма. Можно сказать, что да, действительно есть чистые города, да, есть. Но что ты хочешь показать? Если ты хочешь показать Россию, так не выискивай. Либо тогда делай, то есть получилось очень такой дисбаланс. С одной стороны, ты показал пьющего-пьющего алкоголика, уже просто спешивайся дома. Да, и при этом все идеально кругом, все чистенько, гладенько, все как бы опрятненько. За что мэра можно ругать? Он в такой чистоте держит город, в такие дороги. Лучший персонаж на все это скажет. Вот, ведет себя вполне адекватно, вот в ситуации, когда его шантажируют. Да, да, да. А главный герой максимум, что может, пускать слюни, ругаться матом и бить, 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 бить. И бить женщину вообще. И бить женщину. Вот главный герой. Ну, очернение это, я не думаю, что очернение. Самое интересное, что под гипноста попали, не только, он же какие-то еще премии выигрывал этот фильм. Вот как он может выигрывать? Вот есть хорошие и хорошие чернушные фильмы уровня Балабанова, Алексея. Но там же все снято талантливо. Там все снято талантливо. Там авторское кино, там что-то еще. А облакарай еще? Ну, да, что облакарай. Фильм как фильм. То есть сценарий вообще, на мой взгляд, проваренный. Абсолютно. То есть как оценивается сценарий? То есть мы должны понимать, что вот есть некие персонажи, которые как-то существуют изначально и в конечном итоге. И вот каждый из персонажей должен влиять на другие, на события, на то, что происходит в фильме, играть какую-то ключевую роль. Что-то прояснять, что-то менять. И, значит, исходно у нас есть семья пьяницы-автослесаря с очень депрессивной женой, которая просто в весь фильм ходит с депрессивным выражением лица, не меняя его никогда. В конце она погибает, он попадает в тюрьму. Значит, нужно проследить, что же довело от начала до конца. Что? Только одно. Сюжетная линия связывает начало с концом. Это то, что лучший друг приехал к нему в гости. Лучший друг. Просто такой друг, когда он достает икону свою домашнюю, ну не икону, в смысле в рамке картин, в рамке под стеклом фотографии, предков, предков. И он там с этим лучшим другом. То есть это говорит, что это на всю жизнь. Это как предок него. То есть как родственник. Они много говорят, брат, брат, брат говорят друг другу. Приехал лучший друг. Трахнул его жену раз, трахнул его жену два. При этом еще первый раз, ну можно понять. Она пришла сама. Ну вот он стоит тут в полотенце, пришла. Ну ладно, то есть все вот, ну это естественно, вполне можно понять. Но когда на следующий день, на следующий день, что я так приперну, когда они еще не напились, когда шашлыки еще не поели. Только-только они собрались, дети еще здесь бегают, да, и она, виляя бедрами, прошла мимо него, и он за ним побежал, когда все еще здесь. Ну это уж, извини меня. Ну получил по мозгам, она получила, муж ее избил, значит, она пошла, утопилась, а друг уехал. Вот и все. А история с мэром, она сбоку. Она же сбоку-сбоку. Она не влияет никак. Да, ну их вот объединяет. Она не утопилась, все, вы видите там. А кто это, а где ты, я скажу? Ну там баржа говорит, что это... Нет. Ну как, мы нашли же орудие убийства. Да как нашли, не нашли. Это ситуация... А в сарае нашли то ли там добор, то ли молоток. Да, молоток сказали. Не, не с крови, крови не было. Куда похоже. А потом в конце мэр говорит, ну я сказал тебе, что типа я тут власть, в конце-то он как... Ну нет, ну конечно, ну хорошо. Нет, история там она простая, на самом деле, с этим молотком. В результате шантажа у мэра была на всю эту семейство, на всю эту историю, большой зуб. И когда он подвернулся под уголовное преступление, безусловно, то его расследовали, ну так как... Ну со зла. То есть он не убивал, да? Со зла. Ну точнее, не он не убивал, а не заказывал. Он не заказывал, не заказывал. Со зла просто. Вот. Давайте другую историю тебе рассказываем. Вот дом. История про дом, которая как бы должна была нам иллюстрировать государство, отнимает собственность у честного, хорошего, борющегося... Во-первых, он не боролся. Он пальцем не пошелил, что он боролся, максимум, чтобы дружка высказал, да? Не, ну суд какой-то там показывает. Нет, он не боролся. Просто он принял. Во-первых, поскольку суд прошел нормально, и у адвоката не было ничего против суда, значит, вполне законно его оттуда выселяли. Значит, он не был прав. Не был прав. Не было прав. Это в фильме сказано, что это были некие хозяйственные постройки на территории... У человека, живущего... Это принадлежащего государства. Во-первых, он автослесарий. Но живет, живет автослесарий за 30 километров от своих потенциальных клиентов. Не, он не автослесарий. А кто он? Он авторемонтник. Нет, это он так помогал в основном. Нет, у него основное. Золотые руки, а где он не будет? Да, у него основная работа. Просто золотые руки. А где он работал? У него свое хозяйство. Какое хозяйство? Мы его не показали. Там развалина теплица, которая разломанная стояла около дома. Нет, на самом деле, как бы в описании первого, якобы он индивидуальный предприниматель. И он там что-то гуляет. Ну, машина. Позалились на его бизнес, якобы. Но он что-то в фильме это не показывает. Нет, нет. Он индивидуальный предприниматель. То, что он автослесарий. У него гараж есть. И в этом гараже. В этом гараже. В этом материи, проходящий автомобиль. В основном, за бутылку водки. Почему-то он живет за 30 километров от города. Ну, он на дороге живет. Это ничего. Нет, ну извини, это очень далеко для того, чтобы чинить. Когда ему придется... Живет в доме. Понятно, Звягинцев, когда начинал снимать фильм, он не знал, где будет снимать. Они были и в Белоруссии, и в Рязанск, и в Удасе еще где-то. То есть они разъезжали по России, искали место. Потом попали в Орманский область. О, красота, все будем снимать здесь. Но художник нарисовал дом, наверняка, уже заранее. Сценарий, художник, работа. И не вот эту вот хибару, которую даже холодновато для средней полосы, переместили в Бурманскую область. Там же когда ломают, там доски. И веранда в одно стекло, там у них кухня. И сортир на дворе. А еще говорят, у него золотые руки, это все. Видно по этому дому, что рука мастера к нему не притрагивалась лет пятьдесят. Там все облуканно. И вон-то там не было. Ну где он мастер? Там все развалено. Ну там про мастера и другое сказано. Он, например, долго и упорно, многократно этому человеку чистит карбюратор. Тогда человек его с нормальными руками прочистил мой карбюратор. Это намного-много лет бы хватило. Я с этой ситуацией сам сталкивался неоднократно. Вот. С такой. Да, давайте. Ему предлагают вот за эту вот развалину шестьсот тысяч с копейками. Берем в Яндекс, набираем Кировск, Мунская область и смотрим. Трехкомнатную квартиру можно за четыреста, пятьсот тысяч там. Ему предлагают трехкомнатную нормальную квартиру со всеми удобствами в городе. За это. Друзья предлагают ему помощь, которые как это отремонтируют. Это вообще блеф, что вот такой разрушили. Там нормально можно купить. Да, понятно, понятно. Нормально, только квартиру можно купить. Вот. Теперь... Может, там какое-то привилегированное место около моря? Да нет, там... А зачем тогда позарился священника? Ну, там поставить... Нет, давайте другой вопрос. Священник здесь ни при чем. Священник здесь вообще ни при чем. Он не позарился. Это даже не... Нет, но он сказал, когда пришел к нему мэр, что это не может решить проблему. Нет, нет, наоборот. Там было. Первая сцена прихода мэра к епископу этому, да? Там непонятно вообще его ранг. Ну, вообще священнику. Священнику. Ирак. Ирак. Он какой-то высший ирак, да? Вот. Он мне приходит. Ну, что ты ко мне все ездишь, все. Выборы да выборы. До выборов еще долго. То есть сам ирак от него ничего не требует по сценарию. Он и говорит, ну что ты, ну, да подожди ты. Ну, вот ты. Ну, тот говорит, у меня проблемы. Ну, и решай проблемы. То есть конкретно, чтобы он напрягал мэра, там нет сценариев. Но это проблема не связана с этим домом ни в коем случае. Вот. Ну, а почему что-то на месте него церковь там возникла? Это потом. Это потом. Скорее всего, потому что человека посадили, а она убилась. Ну, и решили церковь поступить. Нет, нет. Там рядом храм находится. Да. Вопрос другой. Обычно. Это место. Там храм находится в 500 метрах от этого места. Потому что мальчик пешком нормально возвращается домой через мост. Там где-то пешком стоит старый храм с фресками. Реставрировать, пожалуйста, его и еще больше денег освоите. То есть вообще принято строить там, где был храм. А не в Низине под храм. Низине над горой на берегу речушки у дороги. Ну, потом-то нормально построим. Не совсем он в Низине. Немножко на горе стоит. Под горой. Я могу сказать, что для Севера, например, это ситуация типичная. Вот, например, поселок Лявля, Хангельской области. Там тоже мост и две горы. С левого и справа. И три церкви. Аж целых три. Да, три церкви. А зачем там церковь? Это ближайшее селение, город за 30 километров. Ну, детишки-то откуда-то взялись в таком количестве? Значит, есть где-то там населенный полк. Ну, в этом населенном пункте, когда он разговаривает с папом уже у магазина, помнит, я тебя в церкви не видел. Значит, уже есть там церковь. Вот в этом поселочке. А во-вторых, в эту церковь, которую построили, куча машин же приехало. Машины приехали. А без папом туда не дойти. Там никого не было. Нет, ну это люди с там же приехали. Ну ладно. Действительно, очень-очень непонятно, почему он его... Ладно, он поселил бы его на берегу реки. Но почему он несколько раз показывал, что он очень долго-долго-долго едет до города? Еще очень интересно, там накладки монтажные. Он едет, показывает, с этой стороны теплоцентраль, с этой централь, с этой централь. Следующий кадр, с этой стороны, с этой централь. Ну, то есть, просто смонтировали дорогу. То есть, вот туда и обратно. Во-первых, тоже, извините меня, а где люди вообще? В этом городе нет людей. В этом городе живут только... Ну, магазинчик же там был там. Ну, там стояли в очереди только. То есть, пусто, кругом. То есть, как бы не показана жизнь какая-то. Там вообще пустота какая-то. Но Зиагинцев сказал, что я отказался от камерности своих первых фильмов и вел множество персонажей. Какие множество персонажей? Это три картонки, которые сидели за столом и кивали головой, и там качали головой, когда он рассказывал, как на него наехали. Зачем эти картонки были, непонятно. Они ничего не решали. Они сидели, только хмыкали, и никто из них ничего... Ладно, предложили какое-то решение или еще что. Вот. Потом, если человек, ему адвокат предлагает там заплатить три миллиона. Это человека, который орудует там чем-то. Ну, три миллиона это не деньги. Вообще за шантаж не просят три миллиона. Когда ему показывают документы, что ты столько-то убил народу. Ну, там из фильма ясно, что он где-то там убил. И тремя миллионами рублей не шантажируют. Да, поэтому можно сказать, что чувак странный. Очень странный. Мелочь какую-то стала... Нет, он во всем странный. Чувак вот этот, если его там разбираться. Давайте про адвоката. Да, вот адвокат. Значит, у него заслуга, что он трахнул жену друга. Ну, ладно, молодец. Главное у него это. Мне, наверное, странно, что это же как бы показывает, что люди вроде как бы нарушают все корды обеты. Ну, все, доверие там, подрывают. Да, как в сетях обсуждали, и как это было... Водички предательства. Как это было сделано, как это было сделано, но опять в этих самых интернетах, в всяких сетях. То есть, есть двое хороших, есть, грубо говоря, один плохой мэр. История же совершенно не об этом. Значит, смотрим на главного героя. Значит, полностью разложившийся, спившийся алкоголик. Без каких-либо прав на будущее. Который работать не любит, работает очень редко. Под любым предлогом он этого отказывает. Единственное досугу, это пойти с пьяну в бутылки. Злой. Злой. Жену любит только с легким и нелегким садистским. Казалось бы, представим ситуацию. Подполковник милиции, начальник ГБДД, ГАИ, работает с каким-то автослесарем. Тот же рад будет. У него защита такая. Он ему будет бегать за ним и только чинить его машину. А они говорят, этот опять там все-таки. Нет, он просто все время говорит о других людях плохо. Плохо говорит, да. И этот, зачем-то подполковник, и потом сказал, он двух жен с моим. Зачем это было сказано? Она никак не характеризовала подполковника. Характеризовала его самого, что он просто злой, недобрый, зависитый человек. Для жены, значит, от жизни от него просто удавиться хочется на самом деле. Она его не любит и так далее. Он бездельник, потому что работает мало. У него ручки и жопы растут, потому что он один карбюратор чистит годами. Один и тот же, за бутылку, потом задешево. Он денег практически не собирает, вместо него коллекционирует водку, ежа и кушает. Живет в сарае и пытается развести за какую-то упущенную хозяйственную деятельность, 3,5 миллиона рублей, государство, за самую кривую теплицу. Сельскохозяйственную. Это смешно. Это на берегу Баренцева моря снято. Это не где-нибудь в Рязанской области, где копли все растет. Это снято на берегу, где принципиально невозможно сельскохозяйственным заниматься. Давай к адвокату возвращаться. Да, адвокат точно такой же. Типа любит факты. Значит, он типичный Христаков, боровирует знакомство с каким-то человеком и от его имени прибывает к мэру. Из комитета? Да, из комитета. При этом, извините, сценарий. Что мы должны понимать, читая сценарий, и что такое комитет? Ну, комитет Государственной Думы, по свидетельности. Комого комитета? Или куда-то приезжает. Ну, ладно, хорошо. Типа, оказывая этому другу, он не обращается в правоохранительные органы или куда-то еще, как должен светлый американский персонаж поступать, когда видит, что у него есть непримежимые факты многочисленных убийств, которые в лихие 90-е совершил мэр. И что-то что-либо еще. Он его пытается шантажировать, совершая тем самым уголовное преступление, предусмотрено таким-то, таким-то, таким-то. И еще до этого, когда мэр приезжает пьяный к нему, что делает нормальный адвокат? Доступает в мобильник и снимает. Этот? Что-то там вякает? Вот, то есть там таких вот. И то же самое, когда и мэр тоже. Пожалуйста, пришли тебя шантажировать. Ну, запиши, и все. То есть, вот там какие-то такие моменты. Да, то есть, то есть, хлистаков. Потом, мэр, я, кстати, хочу обратить внимание, что мэр у них самый приличный человек на весь фильм. Да, вот тот самый, который по американским мерам должен быть один, значит, вот такой. Вот такое существо. Предлагает этой подруге хоть с ним в Москву, но предлагает таким образом, чтобы она отказалась. Она и отказывается, безусловно. Вот это такое смешное существо. Там мэр быстро разбирается, что он хлистаков, что он никакой не ревизор, что он ни от какого-нибудь комитета, а просто так фигней здесь страдает, с этой папочкой пришел сам по себе. Он просто-напросто вывозит его в лес, поставляет ему дуло к голове, стреляет мимо и говорит, ну вот, убирайся. Самое интересное в этом выезде было представление Звягинцева о всей этой мероприятии. Там во второй машине ехали в трениках чечены какие-то. Не чечены, они потом снова появились, это представители местного уголовного розыска. Да? Ну, двое. Потом, двое из них брали этого, героя Серебрякова. Ага, они в трениках такие, в таком виде, и вели себя действительно как бандиты. Ну, да, да, да. И они так же и зашли в дом, и тогда в этом выводили. Ну, это имеется в виду рассказ, как бы, про коррупцию. Ну, да, да. Ну, это не получилось, обратите внимание, потому что, что он не может мэр? Он не может этот дом. Мэр выполняет обычную функцию. Есть некий участок, который используется неодлежащим образом. На нем есть наглый самострой. Когда над гаражом, чувак воздвигает себе какую-то веранду, и там с женой чем-то еще живет. Права-то у них на землю не оформлены. И он проходит, не как-нибудь там, приходи, выезжай. Он проходит. А, кстати, мне очень дали же квартиру. Да, да, да. Квартиру дали. Ну, деньги надо. Деньги? Им дали деньги отдельно, и квартиру еще. А, ну, то есть совсем. То есть взял еще и счастливый человек. Нет, деньги должны наблюдать за строением, которые стоят. И квартиру. Нет, я понял, что... Приезжали в квартиру, да. Нет, это квартиру показывали покупку. Это подруга показывала. Подруга предлагала купить. Единственный живой персонаж – это подруга. Которая хоть как-то там чего-то, вот с ребенком, она как-то все реагирует. Все странные... Да, да, вы про это в автослесаре. Значит, он там хрена, фиг, ничего делается, он мне только пьет. А жена у него полноценный 8-часовой рабочий день на тяжелой, нудной работе. Рыбу сделала. Ну, наверное, за счет ее... Да. Нет, 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 завод чистейший, аккуратненький, все построено. Все нормально. То есть там нормальная жизнь в этом городе идет. Бэр нормально работает. Но тут какой-то тунеядец в городе завелся, который... Ну вот. Нет, вот это вот такова она, значит, эта ситуация с этим самым... Теперь ситуация с иерархом этим, да? Я ей говорю, что ничего он такого плохого не делал. К нему пришли посоветоваться. Ну, чего ты, ну, волнуешься? Ну, делай, что Бог... Что тебе положено делать, как власти? Тебе власти положено... Власть от Бога. Это нормальная фраза. Это не то, что ты поделил... Он ничего не требовал. Он, наоборот, его успокаивал. Он говорит, что все в порядке, все нормально. Там можно понять, на самом деле, что ему нужно было это место. А зачем это? Это совершенно невозможно. Вы помните, на самом деле, когда мэр шантажировал этот адвокат, он же говорит, что в принципе деньги ты можешь сделать. Но ты типа, ну, нельзя оставить эту веранду никогда. Да, да, да. Потому что веранда не для него нужна. Нет, нет, веранда не для него нужна. А нужна была для священника. Там работает государственный механизм. Это территория, использующая надлежащим образом, она должна быть изъята. Прошел суд. И суд этот невозможно, фарш невозможно провернуть назад. А зачем тогда нам показывать, что мэр держит под своим управлением и судебную составляющую? Это естественно. Это просто? Нет, это естественная ситуация. Это он их держит. И с ними советуется, что надо сделать. И советуется. Чего боится мэр? Мэр боится то, что это не Христаков и Ревизова. Вот в чем дело. У него ужас состоит, что через год будут выборы, что его скинут. И все вот это дерьмо, которое у него накопилось. А он был вынужден его накопить, потому что он стал мэром. А почему он деньги не отдал? Мы действительно затреблювали. Потому что он умный, порядочный человек, который не поддается шантажу. Почему он должен какому-то... Вот про церковь. Почему он должен поддаваться шантажу? Километр туда вдоль реки. Километр туда вдоль реки. Ну и почему не построили 10 лет? Все угодно. Зачем нужно было это место построить, но в другом. Поставили в покое эту избушку. Нет, она должна... Ну самострою нужно убирать, убирать. Да, это же не Махачкала. Да, это не Махачкала. Вот, понимаешь? Но даже если и захотели там построить, то в этом тоже нет никакого криминала. Вот, допустим, захотел, здесь построить. Здесь незаконная постройка. Взяли, снесли. Честно дали человеку деньги на квартиру трехкомнатную в центре города. Да-да-да, дали-дали. Нормально, чтобы... Там никакой уголовщины со стороны власти нет. Я здесь перевел аналогию, которая произошла буквально, не знаю, пару недель назад с бабушкой, которая вынесла пару-пару-пару... Три упаковки масла. Три упаковки масла. На мой взгляд, это тот же Левиафан, только в реальной жизни. Ну там тоже ничего нет, а раздули на обсуждение. Вот теперь я хочу начинать... Как раз именно там-то все и проясняется. Еще один момент в фильме. То, что показано в Левиафане. Еще один момент в фильме. Зачем Звягинцеву понадобилось туда приплетать Йова? Он во всех интервью везде говорил. И вообще-то изначально было, что это вот история с Йовом. То есть, во-первых, это не похоже на Йова. То есть он не восставал, ни против Бога не восставал, ни против мэра не восставал. Он вообще не восставал. Он не восставал против Бога. Что? Он ни за что. Он вообще не восставал. Я могу предположить, что... Он даже соглашался. Да. Он сказал, что Бог дал, Бог взял. Да, да. А теперь, вот, ну подходит к нему Поп и говорит, что вот ты, я тебя в церкви не видел. Что ж ты там такое? И зачитывает ему вот такую вот мораль. Слушаем. Может, знаешь, был такой человек, Йов, как и ты задавался вопросом о смысле жизни. Да как же это? Почему именно со мной до того себя довел, что коростой покрылся? И жена пыталась его мозги вправить. И друзья говорили, не гневи Бога. А он все равно посыпал голову пеклом. Тогда Господь смилостивился. И сам явился ему в виде урагана. И популярно все объяснил в картинках. И смирился ее, жил 140 лет, виделся в сыновьях на четвертого колена и умер в старости, насыщенный няней. Это переврано? Да. Полностью. Полностью переврано. То есть она не имеет никакого отношения к фильму. И как? Не имеет никакого отношения к фильму. Стоит предположить, что сценарист и звягинцев не читали Библию? И что они по памяти просто это перевели? Или они специально хотели показать, что попы у нас не знают? Что поп-идиот, да. Что поп-идиот не знают. Ну там и свиньи были. Может быть и решили показать, что он поп-идиот. Потому что тут же свиньи показали. Вполне возможно, что хотели показать, что поп-идиот, да. Вот. Ну типа можно с замахом на самом деле говорить о том, что показали неприглядность православия как такового. Потому что непонятно, что он говорит. Тогда им это просто не уторожено. Смотрите, человек как бы обращается к священнику, да. Вот он находится в отчаянном положении. У него отобрали дом, как бы погибла жена. И по идее, кто ему может помочь? И он обращается как где-то к священнику. Священник должен был бы его утешить. А он как бы так ответил. Нет, он сказал, что я не знаю, Господь тебе поможет или не поможет. Приди в церковь. То есть посыл священника был такой, что я не могу тебе помочь. А Бог, я не могу за него отвечать. Приди к Богу, и Бог сам решит. Поможет тебе. А вы думаете, что если бы я ходил на свечке, там вам деньги давал, тут что-то изменилось, он же говорит. Да, а на что ему на это ответить? Нет, но это дело же не в ритуале, правильно? Нет. Так это, веруй. Дело в том, что ты. Ну правильно, уверуй. Уверуй. Есть же понятие любовь, человеческое участие. С каким лицом говорит этот священник? С таким осуждающим лицом, что вот ты падшая тварь, тут еще что-то пытаешься обсуждать. Ну, вообще не мешаешь, я знаю. Это такая ситуация. Про любовь. Про любовь. Значит, наша великая актриса Лядова, Ирина Лядова, сыгравшая Лилию, да? В интервью, мне спрашивают, ну про что вы, как там, что? Она говорит, вот так. Меня заинтересовала героиня. По-моему, она ищет своего бога. И кажется, даже нашла. Пауза. Это любовь. И еще она хочет показать окружающим выход из той действительности, в которой они живут. То есть заниматься сексом? Ну вот, а здесь она, как ни странно, она права. Она права. Топиться? Да, да, да. Все. Все, что за сексом, все. Да, значит, теперь, после того, как мы разобрали все несуразности фильмов, которые они есть, значит, что у нас, о чем фильм-то по большому счету? Фильм о том, что народ находится в профанном, и в этом профанном абсолютно запомнил. Ну, любой человек. И тем не менее, он взыскует трансцендентного. А в профанном мире, как таково, в трансцендентного, оно, возможно, только вот эти кривые, убогие слова о Боге, о православии, ничего ни другого нету. Ничего, ничего. Она, когда обращается к адвокату, к этому самому, да как же ты, он говорит, я верю в факты, он это означает, что у меня нет трансцендентного. И если человек, который говорит о трансцендентном хоть немножко всерьез, это наш любимый, мой любимый мэр города. Почему? Ну, во-первых, его мучает совесть постоянно. Это раз. Он же приезжает туда, устраивает этот самый скандал с пьяным, да, после этого. Только потому, что ему неудобно отбирать этот самый дом у этого самого чувака. Ну, хамит, ну, это все равно. То, что жена Йова говорит, похули, господа, Йова. По идее, по сценарию, там не должны. Если был такой плохой, он тоже там тут же выгнать. Нет, он приезжает, просто устраивает. Там говорят, я власть, типа, там, как ты пошел против власти. Да, да, да. А он не пошел против власти. А он не пошел против власти, да. То есть ему неловко и неудобно, и он устраивает подобного рода скандал, то есть назло как бы, сам себе. Он постоянно мучен тем, что он совершает недолжные поступки. И, значит, этот его поп-то, архимандрит какой-то, вынужден постоянно утешать и так далее. Он тоже разыскует этого трансцендентного. И как у нас у всех в 90-х годах, когда ресторан, это был не просто ресторан, где место жить, и шмотки были не просто, это были, а как они воспринимали знак какой-то новой жизни, другой. Да, то есть это как некий такой посланец, трансцендентную, когда 300 сортов колбасы являли нам не 300 сортов колбасы, то есть не колбасу как таковую, а другую жизнь, опять-таки формой трансцендентного, когда трансцендентная являлась в форме эманентного, вот в этой самой ситуации. Точно так же он сидит и в своем ресторане, который для него опять является формой трансцендентной, и смотрит из окна на прекрасный вид на полуразрушенную пятиэтажку, которая на него туда открывается. Вот это самая ситуация. Точно так же жена Лядова очень правильно говорит об этом, она тоже ищет трансцендентную, потому что жизнь ее замкнута в профанном и эманентном полностью. У нее есть приемный сын, который ее ненавидит, у нее есть топорно-убогая работа, связанная с чисткой рыбы, у нее есть муж-алкоголик, единственное достоинство, которое состоит, что у него еще стоит. Вот, и так далее, значит, и вот эти все, и больше ничего. И когда появляется красивый московский адвокат, она, значит, в него, как в новый мир, она туда пытается окунуться, и задает вопрос, а Бога ты веришь? Это надо понимать тем образом, что она еще просто-напросто от трансцендентного. Ну, это рефренд к Силофиле. Да, веришь ли, что он Бога? Так, Бога не веришься, Господи, не веришь ли у всех? Надо понимать, что Бог это просто, как бы, получается некий такой образ трансцендентного, к чему он не имеет отношения, потому что у Бога речитатив про добро, про справедливость, о которых им адрит в новом храме потом он говорит, и все его слушают напряженно. Мы понимаем, что такие самые мертвые слова, и как пчелы в уле запустелом, дурно пахнут мертвые слова. Вот опять мы, значит, сидим вот в этом самом профанном мире, ниоткуда не выходим. Потому что зацепиться, кроме вот этих попиков и их пустых слов, переверенного текста Биёви, им просто не за что, не за что им зацепиться тем. И этому парню тоже не за что зацепить своего героя Серебрякова. И вот они все в этом профанном мире существуют. Дзискуя, тем не менее, они каким-то образом трансцендентные. Как из него можно выйти? Ну как героиня Ляда вопросов. И другой вопрос, то есть, почему действительно такая реакция? Наверное, именно вот эта все серая картинка, невыразительная, которую можно трактовать как угодно, она послужила как бы всего лишь какой-то затравкой, как кто-то написал, что как соль попала в рану, у кого-то было в рецензии, вот фильм попал, то есть, она вот есть такая радость в обществе, да? Сама соль ничего, она пустышка, да? Ну вот впереди, и все стали об этом говорить, нашли повод, то есть, это был повод, сам фильм по себе не предлагает вообще, ну, как художественное явление. Да, он не предлагает. То есть, это просто некое серое нечто, в чем можно увидеть все, что угодно. Ну, вот, я там думаю, что как раз вот это профанное, потом отношение профанного и Горнева, трансцендентного и Монентного, здесь оно проявляется вот в такой своеобразной реформе получилось. То есть, быть может, они и не пытались это сказать, само собой произошло. Не пытались. То есть, они... Его интервью просто пустейшие какие-то. Такого уровня они ни в коем случае не трансцендируют. Нет, нет. Это у них произошло между собой. Но, тем не менее, у нас вот на сегодняшний день эта ситуация трансцендентного, в общем, стоит очень сильно, потому что 300 сортов колбасы перестали быть образом трансцендентного. И новая фокус-кредит перестал быть образом трансцендентного. Он просто стал фокусом, к сожалению. И ничего здесь уже не поделать. Я думаю, в качестве критики, как я скажу. На самом деле, то, что ты пытаешься тут выстроить некую систему, там, эманентное, трансцендентное, там, это профанное, так сказать, небесное. На самом деле, я считаю, что это притянуто за уши. И в самом фильме, и в твоем разговоре. Почему? Потому что у нас вот как-то так сложилось, что русская литература всегда вокруг вертится, вокруг вопрос разговора о Боге. И как бы, если кто-то хочет что-то сказать, он как бы должен как бы тоже по этой дорожке пройти. И тут вот то, что притянут весь разговор о Боге, это чисто такой просто дань какой-то традиции. Думаешь? Ну, я не знаю, как бы здесь никакой... Здесь даже тема Бога не поднята. Да, тема Бога и не поднята. Ее даже нет. Это на самом деле, как бы, знаешь, услышанные слова. Я тебе тоже говорю. Я тебе это и говорю. Игорь, ты и говори, что именно постоянно подчеркивание веришь, не веришь, про Бога, Бога, и подчеркивать, что это стало профанным. Все. То есть в этом фильме нет ничего... Нет, но в этих словах, я бы сказал, они смысла уже нет. Нет. Ну я тебе говорю, я же даже Гумилева цитирую, как у Кучева в Ульям запустил, он дурно пахнут мертвые слова. Ну, да, дурно, вот мертвые слова... Я просто подумал, что ты выражаешь эту тему, что как бы вот сам режиссер и сам фильм именно об этом говорят. Или ты хочешь сказать, что говорится, помимо Голи... То есть... Говорится помимо. Говорится помимо. Помимо, потому что в фильме, судя по каким-то сценарным ходам и каким-то моментам, там не прослеживается... Несколько развягинцев интервью говорили, что это же не роман, я не могу много раскрыть что-то там в двух часах. Не меня. Там фильма на 15 минут, короткометражку. Огромные сцены, ничего не значащие. Там, например, когда он пошел, адвокат в сортиру, долго сидел, возвращается, что канат проглотил, и они еще пять минут гогочут. Вот содержательная сцена. Сценарных, чисто языковых там моментов не увязывается. Огромное количество. Им даже дебила, автомеханика, не удалось сыграть. Да, да. Просто это же показывается, но в своих актерах, как он режиссер, за 10-15 секунд. А они это часами не справились. Как могло прийти в голову сценаристу вообще, что подполковник милиции будет приглашать к себе на день рождения пьяницу слесаря, который монтируют, и своего подчиненного? Ну вот это-то как раз естественно. Естественно? Для провинции, конечно. Извини, это подполковник. Почему он не с полковником и не с судьей? Нет, они спокойны. Это нормально. У них там плотная социальная связь. Они в своем мельке живут. Они к нему привыкли. Они все, что делают, это по бутылке. Это естественно. Сценарный ход. Далеко мы поедем на день рождения? Да нет, недалеко. 100 километров. Вот они здесь живут. Что за 100 километров они нашли? Ну, быть может, что-то нашли. Кто их знает. Может быть, поедут за 100 километров. Но нет, это вот такая действительно у них... А развлечения какие у них? Только пьянствовать? С вам удобно стрелять? То есть ничего трансцендентного. То есть они вот завкнуты в этом профанном совершенно. Ведь одно из самых интересных, что типа обогащайтесь, живите счастливо. А живите счастливо, но просто как домашнее животное. Еще хочу обратить внимание, что у них у всех, за исключением этой несчастной лядовой, героини, у них чрезвычайно много свободного времени. То есть они никто не работают. Ни подполковник этот не работает, ни ГИБДДшник этот не работает. Нет, 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 стоп, стоп, стоп. Ни следственный не работает. ГИБДДшник, очень интересно. Он поехал, судя по рассвету, часов в пять встречают, да? Стоят на дороге, на пустой дороге стоят патруль в 6 часов утра. Чистенький, чистенький. Что они там делают? Вот что делают? Вот в этом городе, в котором... Ну, типа, предполагается, что ГИБДД тоже коррумпированный? Да я не знаю, что он там делает? Да, ну да это непонятно. Нет, понятно, сценарно нужно было, чтобы как там завязать что-то, да? Поэтому поставили ГИБДД. Ну, извини меня, зачем в 6 часов утра? И при этом еще, вот у каждого по мобильнику, и ГИБДД стоит и говорит, наш начальник должен починить машину. Почему начальник сам не звонит слесарю-то? А через своего подчиненного спрашивает, что тот его случайно на дороге встретил, и попросил... Нет, я там такое ощущение, что он не случайно, а он стоит его и ждет. Стоит и ждет. Что ему эту информацию сказать. Действительно, рабочий день, подполковник, у него рабочий день, с утра приезжает, стоит, торчит. И не в городе, а где-то непонятно. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Они там все абсолютно не работают. То есть реально он там делает одну машину, зарабатывает себе на бутыль. При всем при этом у него есть плазма относительно автомобиля в неплохом состоянии. И так далее. Они все не работают. И они при тем... При этом у них ситуация профанности, доведена до такой ситуации, ну им вроде бы счастливая жизнь. Ну что они могут сделать? У них отняты даже и привычные символы трансцендентности Советского Союза. То есть они тир устраивают из старых портретов членов политбюро. Вот, они это делают. То есть когда-то было. И намекает, что нового типа еще не было. Да, да. То есть все горнее тоже здесь сделано. И то, что выдавалось за трансцендентный в советский период и какой-то еще, он тоже как бы здесь ими отрицается вообще. И вот эта девочка ходит, она понимает, что ей нужно, что ее ждет. Она понимает этот профанный мир. А о трансцендентном, о каком-то еще, она даже сказать не может, только слегка мыслит. Да и помыслить не может. Да, и мыслит она с трудом о нем, да. Слов-то нету, развития-то нету, ничего нету. А главное, что ни истории у каждого нету. Ни, кроме алкоголизма. То есть они вот прям вот свалились. То есть хоть бы где-то обмолвиться, где-то почему-то. То есть все как-то свалилось. Среди истории очень интересно. Во-первых, адвокат приезжал не раз. Видно, что тратились раньше. Сын знает адвоката. Он обрадовался, когда он приехал. Побежал, встречается к машине. Они там обнялись. Он дает ему какую-то коробку. Ну, извините меня, но дальше по сценарию нормально. Мальчик, сиди, коробку открывай на столе, смотри. Эта коробка дальше не погребилась. Потом, адвокат, что он, водку хлещет в Москве? Так где это видно, такую вот паленую? Почему адвокат не привез с собой бутылки москаря? Ну, не привез. Ну, не привез, ладно. Дальше сидят. Сын с отцом спрашивает. Водку не хрошет. Толкает ли? Ну, как тебе? Его зовут Митя. Нет, не Митя, как его. Димон. Как тебе, Димон? Ну, ничего. Они знакомы уже сколько лет. Он приезжает не первый раз. И вдруг он спрашивает о своем саду. Санкт-Петербург, разговоры совершен. Разговоры, во-первых, все мат-перемат ненужные. Бублеж какой-то, чё-да-чё, под стол где-то. Еле-еле слышно, что они говорят. И единственное, что спасает, что есть английские титры, можно понять, о чем там речь прочитала. Английские титры, они настолько ужасно сделаны, что это даже я понимаю. Пятый класс. Они там говорят довольно сложными фразами. А переводят их такими английскими штампами. Штампами. Такое у меня ещё отношение к тому, что они говорят слабое. Но что ещё меня просто убило, при том, что почти не смешно, что говорят. Но... При этом, что серое снято, цвет притушен, всё это так вот вовлёк. Но единственное, ярко, весь фильм, это при звуке, чавканья. То есть почесался, ест, чавканье. Обратите внимание, посмотрите. Я не обратил внимание. Там просто прёт. Любой шорох, любое что. Там ногой под столом, почесался, слышно, как чешутся, чавканье. Вот наливает в гору. Это как раз... Как вы говорите, это телесность такая, вы упираетесь. Да, но при этом, почему-то она только в этом сделана. Только в этом. Телесность, это часть профанности человека. Да, но в других местах, то есть могла бы грязь быть какая-то, вот ещё чего-то. Вот это самая ситуация. И даже в этой ситуации оскорбления, когда подлежник вызывает собственную жену блядью, она не воспринимается, милая шутка застольная, просто-напросто. Она не воспринимается ни в ней, и вот это ситуация. Но принято так. Вот. Это вот такое... Они сидят спокойно разговаривают, там, казалось бы, она ему там что-то брякнула, он бы должен был в морду дать, а он сидит спокойненько. То есть как-то там какие-то... Всё это какое-то ходульное, плоское, и ни о чём. Ну а как выглядят эти милиционеры-то, и вообще вот эта система, как там открывается, как пасть этого, какого-то чудовища, ворота, куда заезжает машина, и как там это отбивается от ребёнка-то, типа там... Вот это вот вся вот холодность такая, какая-то человеческая. Если бы это было подкреплением, эти образы, что-то подкрепляли, но там подкреплять нечего. Там фирпус... Ну регион практически брошен, и что ему делать? Ну это тоже нормально. Она же работает... Система государства с таким скрипом? Она работает... И следователь этот, ну как вот следователь? Да, она работает благодаря вот этой самой коррупции, то есть горизонтальной связи. Мэр может приказать посадить героя Серебрякова куда-то ещё, а тут приходят ему собутыльники кореша, и его тут же отпускают. Потому что вся она работает на новом незнакомстве, на социальных связях. Это как раз нормально. Так она и существует. Нет, существует, это не показано совершенно. Ну это показано, ну ты иди там его выручай. Позвонила жена этому ГИБДшнику, пошёл и выручил тут же. Мгновенно. Выручил бы на пять минут, он бы раньше увидел своего друга со своей женой. Нет, ну а как они пришли заяву подавать, и тут же пошли куда-то звонить, ну тут есть такой момент, Нет, заяву начали подавать, они начали подавать, что как бы ориентировать всё схвачивание. Да, да, да. Это же известно. Это нормальная провинциальная жизнь. Если бы, как бы, что-то новое, но если бы показало как-нибудь тонкости там, а это просто шаблонные такие вот, ну извините, выборы. Какие у нас сейчас выборы? Чего ему волноваться за выборы сейчас? В нашей стране, как будто там он не... Ну он волнуется, потому что у человека, во-первых, совесть не сильнее. не спокойно, а во-вторых, он из них взыскует трансцендентного больше всех. Больше всех он от них взыскует трансцендентного, ничего не поделаешь. И точно так же, ни языка нет, ни мысли нет на этом поводу. Ну чего он всю жизнь правил да убивал, убивал да правил, да ищупил пианией проявленной между всем этим. Все, что у него есть, это какой-то архимандрид, который выдает себя за некую духовность. А то, что он говорит... Ну он не архимандрид, архимандрид это руководитель института. А, да, да, архимандрид. Какой-то местный писк? Местный писк? Местный писк? Мы все равно заметим, какая пышная церковь, как пышная церковь. И это естественно, и город не бедный, и тачки у них неплохие у всех. Ну ты поскольку далеко ехал, ты далеко приехал. И машина у них у всех более-менее приличная, с исключением вот этих самых... Архимандрид, как в Мурманске у нас есть. Гаишников и так далее. У них всех привычные. Они не работают себе, пьют, значит, живут своей... своеобразной социальной жизнью, социальные связи с гарантами, которые состоят, что вылезают за 100 километров, страдя по пустым бутылкам и портретам Брежнева. И тоже пьют, значит. Вот это вот такова у них вот эта самая ситуация. Очернение? Не очернение. Да, наоборот. По очернению этого года. Осветление, наоборот. Осветление. То есть, если в ВКонтакте есть группа на Диком Западе. Там собраны картинки российские. Просто тут смотреть невозможно. Там дороги такие разбитые, там алкоголики такие страшные. А дороги какие-то великолепные в этом голове. То есть, вот там посмотришь очернение. Вот там действительно. Там пьянь такая. Как люди живут? А, еще видел фотографию Голландка какая-то. Каталась по Сибири, останавливалась, выходила из поезда и просила остановиться где-то в домах обычных людей. И делала фоторепортажи. Там просто такие колориты. Там так это все. Так люди живут. И богаче даже, чем в этом доме. Но лица такие. Там и убогость какая-то, и пьянь, и все. Но это вот... Вот это очернение было. Она очерняла в своей фотографии. А здесь такая картинка. Плоская, красивая, благостная. Самое главное во всем этом штуке дороги практически идеальны. Дороги просто идеальны. Так, единственное очернение, которое можно сказать, ну это физиологическое пьянство. Когда человек, в принципе, не может вот... Ну и глядство, и все так. Ну и глядство, как бы это нормально. Это пьянство. Человек... Он выиграл уже бутылку. Он выиграл уже бутылку. Не занимается, заскует. Пошел еще две купил бутылки. Лучше друг, как бы... Ну друг, а чего, что особенно не показано. Это это... Она любовью тоже с ним занимается, заскует в цинентном. Больше ничего. То есть нету ни нападки церкви, ни нападок государства, нет ни очернения жизни. Просто какая-то серая картинка, невнятно снятая по внятному сценарию. На два с половиной часа. Я как вам про очернение я могу рассказать все-таки. Я согласен с тем, что может быть внешне это не выглядит, но на самом деле, если посмотреть, ведь нету положительных персонажей вообще. По моему понятию. Смотрите, все пьющие. Ну мех, мех. Женщины, если не пьют, то изменяют мужьям, там как бы слушают. Тоже пьют. Женщин друг, предатель, да? То есть это и причем как бы действительно это как-то выглядит вроде как для них нормально, для всех там. И даже когда обсуждают потом друзья вот этот полицейский, то вроде тоже нормально, но она там с кем-то там. Я бы тоже ушла, типа, если было с кем-то. Это вроде как нормально. Уж я не говорю про отрицательных персонажей. Я считаю, что мы, допустим, отрицательный персонаж. Ну так. Ну ты отрицательный, конечно. Куда делись? Нет, смотрите. Потому что ты самый трогичный человек. В чем состоит? Взлом наказал. Государство государства, помог, церковь построил. В чем это? Всегда очернение, всегда говорят тогда, когда нету какого-то позитива. Это когда противовесно было что-то поставить. Звягинцев на это отвечает. Мы поставим, задают вопрос, он отвечает. А почему может быть положительный герой? Я показал жизнь такая, какая она есть. Так вот это не так же. Так и не бывает же такого, чтобы был черным маслом. Многие отличали ему где-то в рецепте, что люди хорошие есть. Есть все-таки. И нужно дать какую-то надежду. И дать на то, и художественное произведение, оно художественное, оно должно как-то, а не просто показал чернуху. Ну это не чернуху, но просто как есть. Поснял как есть, это же не художественное произведение. Да. Ну то есть он как усилен. Да, это как усилен. Даже как борьбу с этим. А там и борьбы с этим нет. Там все плавают. Они в такой густом, как сиропе, в профанности плавают. Все вот так вот как-то в густом тумане ходят. Там туман же практически висит. То ли рано утром снимает, то ли поздним вечером, в белой ночи. Потому что... То есть отношения между мачетой и сыном, то есть, они уже живут лет ну 3-5 где-то. Похоже вот где-то вот так. Что они? Каждое утро вот так вот цапаются. Это не мать она мне? Ну цапаются, наверное, каждый утро. Ну каждый утро. Потому что бред какой. Как можно? Ну нет, вот так люди живут обычно. Так и живут. Вот каждое утро одно и то же. Ты обезьяна, сама обезьяна, а не мать она мне. На следующее утро опять тоже сапаются. Да, да, да. Вот это такой густой туман. Я вам показал, что на самом деле здесь показана Россия как бы на переломе. С одной стороны, вот это вот главный персонаж. А где она на перелом? Перелом-то где? Нет, я просто объясню, что я имею в виду. Я имею в виду, что как бы есть персонаж, который как бы советского времени, вот это вот пьянство, вот эта беспросветная работа на каком-то предприятии. Ну это чуть-чуть показано. Не особо она беспросветная. Все, все вопросы решаются через знакомство. Вот это вот некого рода советское время. И показано как бы новое время. Как бы. А где? Ну что? Нет, а то-то сейчас советское. Чем оно от нынешнего отличается? Оно как было, так и осталось. Я думаю, они даже не заметили. Верия в Бога, вот этот атеизм, да, как бы. То есть, как бы, вот есть некое у нас, как бы, можно сказать, такое историческое прошлое. А не даже и... А здесь переход к новому. Неверия в Бога нету, потому что они в этой... Подожди, ну да я расскажу. Ну что тебе верить? Потом скажешь и не верить. Я же рассказываю, что в суть. А тут как бы, как бы, вроде бы, новые времена. Вроде бы появилась вера в Бога. Вроде бы строят церкви красивые, вроде бы произносятся красивые речи, да, там, обо всем этом. Но на самом деле мы видим, что и это на рождающийся Новый город также омерзительно. То есть и старое прошлое омерзительно, и новое столь же омерзительно. И как бы, вот этот переход из никуда в никуда, получается, вот безысходность ситуации. Вот такое вот, что я как бы увидел в этом фильме. Вот самое главное, что омерзительности я не нашел особо, в том-то и дело. Если была бы какая-то омерзительность, нет умерзительности. И омерзительности тоже была. человек попадает за убийство попадает не убивал ну не убивал ну попадает и попадает не остается как бы непонятно кому кто виноват что дом разрушен если бы он нормально по суду получился 600 тысяч пошел купил себе квартиру все было в порядке не пытался бы шантажировать все было в порядке да 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 то есть все свелось к тому чтобы пытался шантажировать и нарушить закон и между прочим не особо и пытался шантажировать это инициатива этого адвокат пытался а тот решил что тот в этом виноват вместо местного царка не просто адвоката видимо есть вина какая-то перед ней поэтому поэтому решил помочь жене ему посмотрите у непонятно у него вообще безысходность полная то что она выгода на берег это как бы кажется естественно и логично выгода в других фильмах видели кто-нибудь ну явление она тоже с одним и тем же нет получше было все-таки немножко что-то двигалось когда показывают великолепную ну там условно это скажем так вот церковь там машины какие-то люди которые стоят и речь которые произносятся да там церкви это новый как бы вроде и вроде казалось вот он новый мир и мы понимаем как вот что вот весь ход фильма пока что и это не новый мир что это как только красивая картинка а внутри в существе это как бы все это сгнило она и не сгнила вот если бы это было что-то что внутри сгнило и этого нет это нормальная будет это жизнь то есть они живут что гбдтшник со своей женой и сыном живет плохо самым интересным всего самого состоит самого diese нашу дискуссии двиг退 то мы это принимаем нормаль это нормально так жизнь нормально как я вот так не downloaded resour teach in the Что вы к нам докопали? Для героев это нормально. Так это герои, это и есть мы. Вы говорите, что это нормально. Я говорю, что у нас чернение есть. Я с ними не согласен. Я так хочу сказать, что чернение не нают. Народ реально... В ситуации... В ситуации профанности. В профанности все заперто. Принстейкин любит такой пример, что человеку свойственна тоска по трансцендентному. Потому что сидишь в Норильске, за окном минус 50, а тут северное сияние показывают. И все равно человек выйдет и посмотрит, хотя минус 50, а чему это северное сияние. То есть какая-то подобного рода потребность есть. И вот этой самой потребности в трансцендентном или что-либо, она как раз именно и не удовлетворяется. Кажется, все есть. Но что есть? Это означает, что водка на каждый день есть. Это и есть так называемая русская душа. Это не русская душа. Это русские скрепы. Это я не знаю. Мы к этому собираемся отстаивать. На самом деле, что интересно, вы пишете, что вроде как священник на своем месте. На самом деле православный общественный прежде всего обратил внимание на то, что священник изображен. Он как бы мюзительный. А почему мюзительный? Я посчитал, может быть, я не ошибаюсь, но мне показалось, что именно священник подталкивает мэра к тому, чтобы он предпринял меры, чтобы место освободили по церкви. Мне так показывают. Отчасти он его подталкивает, но подталкивать тем способом... Ну, если подталкивать тем способом, что-то еще тебе учить, маленький мальчик, что ли? Как это делает? Нет, что он объясняет человеку, что ты есть всякая власть от Бога. И не дергайся ты, не ходи ко мне, занимайся своими делами. Давайте допустим, что не был адвоката, и он не трахнул. Что бы было? Ну, согласился бы, наверное. Нет, согласился. Спокойненько получил, спокойненько переехал. И все, что... Почему-то мы на этого иерарха вешаем смерть и под посадку. А он-то ни при чем. Они сами это все устроили. Да, он... Кир, когда он говорит, что... Извиняюсь, пожалуйста, перепишу. Когда он говорит, власть от Бога, действуй, как тебе положено по закону, он же не говорит, что иди убивай. Он говорит, что ты маленький ребенок, я тебя буду учить. А мы знаем, как решает проблемы мэра. И как он их решает? Ну, как через суд. Он едет на машине, куда-то адвоката везет, и что тебе это представляет? А тот шантажист. А тот шантажист. А тот шантажист. Ну, это понимаешь, что шантажировал, но мэру не пристало с пистолетом прыгать там и... Ну, это такой вопрос. Это бандитизм, конечно. Ну, какой бандитизм? Вы считаете, что... Как обычно, здесь понятия оказываются... Главное, русские пацаны. Понятия оказываются гораздо гуманнее и справедливее закона. Можно я расскажу историю вымышленную? Ну. Произошедшую в одном из регионов. Значит, начали умирать люди друг за другом от отравления суррогатным алкоголем. Ну, и справедливо предположили, что этим промышляют один из представителей одного из народов Северного Кавказа. Ну, его газом надо. И губернатор распорядился патологоанатом ставить диагнозы в таких случаях к причину смерти просто отравление алкоголем. Не суррогатным классификатором, а отравление... Ну, алкогольное отравление. И там просто поток от рук пошли. Вот. Вот. Но параллельно... Ну, понятно, чтобы не разжигать между сынами рознь и прочее. Вот. И в итоге милиция, значит, нашла. Ну, цех этот. Ну, и в результате не в этом их обменили, а подкинули наркотики и закрыли. Всё. Вот так вот. Ну, тоже по понятиям решили. Ну, тоже по понятиям решили. И опять гораздо более гуманным образом, чем было. То есть, и как и мэр решает, так значительно более гуманным и справедливым образом эту ситуацию, чем полагалось бы. Да. Нет. Ну, извините. Приехал человек шантажировать. Ну, давайте прошантажировать теперь. Это, на самом деле, же попытка развить тему поиска справедливости. Вот там, вы говорите, его не сопротивляется. Он действительно уже спился, он уже и не может сопротивляться. Приехал друг из Москвы, хочет ему помочь. И, как бы, вот этот поиск справедливости, они уже понимают, что ничего нельзя сделать. Милиция куплена. Всё куплено. Единственный остается способ. Противозаконный. Запугать. И то он говорит, что это, наверное, всё равно уже не получится. Потому что там наверху уже для чего-то, из каких-то соображений выгодно держать такого мэра, на которого есть компромант. Он, типа, ручной. Им можно руководить проще. Поэтому ничего не получится, наверное. Ну, давай попробуем. Да-да-да. Ну, то есть, это же поиск справедливости. Это же, опять же, адресует русской литературе, да? Булат. Вечно идёт? А идёт только одно слово только. Причём несправедливость? Справедливость установил суд. И против суда не был. Суд не дорожил права его. Адвокат ни разу не произвёл, что они незаконно что-то сделали. В том-то и дело, суд был законен. А 3,5 миллиона взыскать за вот это самое? А это было несправедливость. Там всё было справедливо. Всё было по закону. А не по закону было требовать 3,5 миллиона за вот эту халупу, которая стоит 600 тысяч. Которая вполне достаточна для того, чтобы купить траконную квартиру в этом городе. А можно про деньги ещё? По поводу названия. Иова. Ну, как будто притянутых случайно. Ведь в книге Иова там написано, как Бог ему сказал, а ты знаешь, кто такой? Вернее, как его спрашивают, за что, за что, а Бог, как-то странно ему отвечает. А ты знаешь, кто такой Левиафан? А ты знаешь, кто такой Бегемот? То есть можно предположить, что второй фильм будет называться Бегемот. Вот всё. Это заявка на продолжение. Я думаю, что Звягцев не дадут. И для этого Левиафан, и для этого его. Нельзя. А где ты их посадишь? Ну, как бы, узы дружбы, фактически. Он является предателем. Он как к защиту с ним ездит. Нет, не всё то, где появляется Москва. Я понимаю, что не всё то. И не всякая, которая прыгнет. Это всё понятно. Всегда же мы понимаем это дело. Понятно, что всегда есть какие-то намёки. Если мы пытаемся какое-то литературное произведение встроить в некого рода контекст, то возникают такие ассоциации. Приезжает успешный его друг. Он не успешный, он живёт в каком-то захолудии. Приезжает успешный друг. Он как бы свет, как бы должен был олицетворять свет. И 3,5 миллиона выигрывает, и мэра нагибает, да. Как бы. И тем не менее, он как бы оттуда удаляется поджавший хвост. Ну, успешность его сомнительна. Все его действия, во-первых, не снимает мэра, когда тот приехал. Во-вторых, кушает спокойно. В момент ему говорит, а нету никого в суде. И он не добивается, не пишет там какие-то... Все это же документально подтверждает. То есть он везде получает от ворот в поворот. Вот, потом, извини меня, успешный адвокат прекрасно знает, что нельзя садиться в машину. Нельзя. Он скажет... Нет, я согласен с там, что может быть... Ну понятно. Звягинцев не знает, как все это устроено. Он примерно показывает, что суды не работают, что правосуды не работают. Суды работают? Ну, когда надо. Когда вот надо установить справедливость, когда нарушен закон. Ну, это вот какие-то такие... Милиция не работает, вся система гнилая. И как бы на самом деле этот намек, что адвокат из Москвы, что и в Москве тоже все так же гнило. Это как бы вот такой маленький угольчик такой. Да, я показал вам глубинку. А представляете, что в Москве-то творится раз в глубинке? Нет. Самое смешное, что вся система у них работает. Работает нормально. Да. Работает. Но у них таких плотных социальных связей. Работает на... С собственных местных социальных связей. Вот на этого лекарапана, который как бы является властью. На государственную машину. Вот она, система работает. Как его быстро загребли? Приехали милиционеры. Они посадили его в машину, привезли. Следователь быстро составил. Через три дня. Он пять дней пил, и после этого наконец-то приехали чуваки. Не-не-не. Как только нашли тело, вся машина сработала, и человек оказался в тюрьме. Нет. В начале ситуацию ты, наверное, забыл фильм просто. Там ситуация была, что подруга его жены предположила, а не он ли его убил. Вот опять же, друзья еще и передают его. И говорят, ты мент там, напиши-ка это. И тот написал. И тогда уже машина там закрутилась вся эта. А те знали, что у него есть старение с мэром. И поступили с ним, что называется, друзьям все, а врагам закон. Вот они и выступили. Там все по закону. Там нет нарушения закона со стороны мэра. Просто плотно. И Левиафана там само. Нету доказательств. В Гобсовском смысле Левиафана тоже нет. Потому что нет вот этой самой безжалостной государственной машины. А есть такое тепленькое, светленькое, месячковые социальные связи. Слушай, а Левиафане там в смысле у Гобсова тоже другое. Он говорит, что государство это наименьшее зло. Что если государства не будет, то будет еще хуже. А государство да, это зло, но это то зло. Но здесь не зло. Здесь тепленькое. Нет, я понимаю, что Левиафан у Гобсова он положительное значение имеет, а не 30. Нет, я хочу сказать, государство Левиафан, но на самом деле это благо, благо, меньше зло. И государства как такового нет. Вот в этом смысле. В смысле Левиафана. Ну как? Машина хорошо показана. В смысле какой-то тотальности. Нет никакой тотальности. Что подавляет. Нет, я понимаю, что у нас мнения в этом отношении разошлись. Я на самом деле вижу мрачность некую. Как работает система. Как вот маленький человек, попав в журнала, потребовался этот зазорный участок. Вот этого нет. И этого нет. И этого нет. Влад, единственное, что следует согласиться, это то, что в последний момент ему приписали убийство. Вот это да. Но это настолько неизначительный момент. Пока и приписать, но и не приписать. От этого ничего не поменялось. Нет, ну как это? Мэр Мумстит. Потом же был убит. Мэр Мумстит. Да, потом ему позвонили. Ах, как хорошо. Нет, ему сообщили. Если бы он... Подождите, так кто убил в итоге жену? Сама выпросила жену. Вы считаете, что сама? А можно тогда думать, что убили ее и подставили парня? А зачем? А за какой смысл? Он попытался сопротивляться. Да он не сопротивлялся. Он позвал друга. Да не, не, не. Никто его никак не подкидывали, никого не убивали. Еще жену будет. Совершенно не по понятиям. Ну зачем? Где же ты такое видишь? Ну если он представлял какой-то пистолет в голове этого адвоката? И что? И что? И что? Ну публичный приз. Ну я не знаю. Не, ну не публичный. И что? Можно увидеть все в другом свете на самом деле. Что вот такое вот... Да не, не, не. Нет. Сама скорее всего выпросилась. Может просто кто-то видит. Кто-то как классная. Можно попользовался напоследок. Ну сперма та же самая нашлась. Поэтому... Ну вот и выкинулся. И все чего. Здесь и нету и тотальности государственной машины. Все свяжены между собой. Кажут друг другу. Кумба, врат и собутыльник. И так далее. И вот они в этой... То есть совершенно безысходности в фильме не чувствуется? Нет. Когда показывают какие-то там... Безу... Почему все снято на сером фоне? А потому что... А потому что бездарный режиссер. Вот почему. Потому что если вы сняли... Режиссер. Режиссер. Там есть такие прямые. Как бы камера идет и просто показывает серо-серо-серо-серо. А почему это не потребовалось Балабанову? Когда можно снимать людей. В взаимоотношении людей снимать. Снимать их диалоги, которые проясняют взаимоотношения какие-то. Да и кочегар 40 минут идет, блин. 40 минут кочегар идет. А сравнить-то невозможно было. Да. Когда человек проходит какой-то путь от начала до конца во время фильма. А здесь же никакого движения. Ничего. Просто какие-то картонки. Да. А говорят, что... В чем драма? В том, что главный персонаж, когда входит в какую-то сцену, он выходит другим человеком. Меняется. Здесь никто не меняется. Никто. Ничего не меняется, потому что показывает, что ничего невозможно изменить. Ни по закону, ни по понятию невозможно изменить. Наоборот, это то, что ничего не меняется, это показывает, что вот этот стасис... Закон... Мертвенный стасис. Закон и понятия здесь ни в чем. По сути, фильм является это действительность. Это фильм... Не фильм, это фильм действительность. Ну да. А вот если бы была динамика, то это можно было бы вывести на какой-то позитив. Позитива-то нет. Все писатели писали из головы, а один Лев Толстой прямо из жизни. Ну вот, да. Вот. Такова вот ситуация. Ну что, высказались?